Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжим обзорную тему иностранной литературы в издательстве СЗКУ. Вчера, когда речь зашла об иллюстрациях, я течаянно предъявила к обзору пять книг русских и советских писателей. Но сегодня все будет как объявлено, потому что речь пойдет о переводах. Знаете, я заметила, что в последнее время кто-то упорно разгоняет слух, что в этом издательстве плохие переводы. Об этом иногда упоминают блогеры, если они ничего не скажут, в комментариях идет обсуждение, причем без конкретики. Просто вот так вот, переводы СЗКУ плохие и точка. И это, признаться, меня удивило, потому что я покупала вот эти книги преимущественно из-за переводов революционных. И вот претензии, как я поняла, предъявляются именно к революционным переводам. Переводы современных писателей, переводчиков и этих советских, вот как-то к ним претензий нет, они не волнуют. И вот сейчас разберемся, что это такое. Вот мы знаем, что в Советском Союзе нас не очень интересовали переводчики, обычных людей, ну, если мы не специалисты были. И мы знали, что источники этих текстов, они очень солидные, официальные. Вот я сейчас вам покажу, например, книгу. Вот она, вот видите. Здесь как, вот открываем книжку, да, написано, что текст печатается по Стивенсу, Стивенсу на собрании сочинений в пяти томах, том первый, третий, им, правда, 1981 год. Все нормально, все понятно. И так было с каждой книжкой. Кстати говоря, переводы были очень хорошие, послевоенные. У меня очень много книг, как вы видели, на полках с этими переводами, мы все на них выросли. И, тем не менее, я, когда вышли вот эти книги с языком, я решила продублировать книги с теми переводами советскими, продублировать книгами с дореволюционными переводами. И сейчас я объясню вам, почему. Северо-западное издательство, оно направило мой интерес именно в русло переводов, расширило мой интерес. И открыло мне очень много интересных имен. Вот первое – это сестра Бекетовая. Кто учился в Советском Союзе, не знаю, как сейчас, мы все знали, кто такой Бекетов. Химель Бекетов, портреты его висели. У него было три дочери, одна из которых – мать Александра Блока, Александра Бекетова. И все они были переводчики. Даже у Екатерины Бекетовой, той Краснова по мужу, у нее и муж был переводчик Краснов. Но это я где-то что-то слышала, знала. А вот то, что у них мать Елизавета Григорьевна Бекетова тоже была переводчицей, вот об этом я не знала. Может кто-то знал, я не знала. Бабушка Блока. И вот посмотрите, что происходит. СЗКО нам представляет вот такую книгу «Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах» в переводе Елизаветы Григорьевны Бекетовой. Бабушки Блок. Разве это не интересно? Очень интересно, на мой взгляд. У меня Диккенс в разных изданиях, в том числе это стомное, роскошное совершенно вот это издание советское. И тем не менее, вот эту книгу я приобрела. Дальше. Была такая переводчица до революции, очень известная, Мария Андреевна Шашмарева. Дочка адмирала, потом у нее этот сын был, авиаконструктор, генерал-майор Шашмарев и внучка Шашмарева Елизавета была переводчицей советской. И вот эта Шашмарева очень много переводила, очень много переводов у нее было. И Северо-Западное издательство нам представляет вот такие, например, книги. Там еще есть книги, но вот я их все же не могу и принести. Вот Диккенс «Посмертные записки Пиквикского клуба» и «Большие надежды». Вот «Большие записки Пиквикского клуба» я не так давно читала, просто в восторге была. Еще буду перечитывать в ее вот переводе. Так, ну она, знаете, она работала часто в соавторстве Журавской, Зинаида Николаевна Журавской. Кто такая была Журавская? Она вообще-то заканчивала сама Александровский институт благородных девиц, была удостоена большой золотой медали. И ее называли, знаете-ка, королевой перевода. Королевой перевода. И здесь есть книги с переводами Журавской. Например, вот «Все приключения профессора Челленджера» Артура Конандуэля. Перевод Журавской. Так, не все здесь приключения. Одно из приключений или два, там не помню. Так, дальше. Была такая переводчица, ее звали Любовь Алексеевна Мурахина-Аксенова. А она была урожденной графиней Цепелин. Получила европейское образование, и в России она училась. Она была просто полиглот, знала восемь языков почти в совершенстве, и даже читала на санскрит. И какие книги представлены с ее переводами здесь? Это «Приключения Робинзона Круза», Данилия Дефо. Обе части, полные обе части. И вторая – это один из вот этих рассказов, там, это повести, да, Герберт Уэллс. Вот. Потом интересная переводчица – это Мария Ватсон. Она была из семьи испанских аристократов. Ее имя девичье было «Де Роберти де Кастро де Лассердо». Она в совершенстве знала испанский язык. И, естественно, кого она переводила? Конечно, конечно, Сервантесова, Дон Кихот, Ломанческий. Пожалуйста, в ее переводе нам предлагается. Я прочла на одном дыхании. Сразу вам говорю. Ну, потом мы к этим книгам еще вернемся. Круза и Дон Кихоту мы вернемся. Вот так вот. Теперь еще есть один вброс, который меня заинтересовал, и даже как анекдот, да, именно вот в кавычках о плохих переводах издательства Северо-Западного. Есть такой блогер, я не буду его называть, он сам преподает где-то еще и в институте, и степь у него научная имеется. И он летом демонстрировал большую свою библиотеку. Я увлекалась его передачами, даже купила семь книг с его подачи, очень хороших, книгистических. Но потом он стал демонстрировать книги узкоспециальные. Вот это уже меня не интересовало. Ну, вот так. И вот этот блогер, он, показывая свою библиотеку, он обращает внимание на библиотеку Сойкина. Кто такой был Сойкин? Сойкин – это был такой издатель, он издавал книги с 1885 года и дальше. Книги это были разного направления. Это и научные книги были, он популяризатор науки был. Даже, знаете, в 1313 году, ему удостоен был на Парижской выставке гран-при за популярные переводы по сельскому хозяйству. Ой, переводы – популярные издания по сельскому хозяйству. Но он также издавал и собрания сочинений, и приключенческую литературу, и библиотеристику всякую. И собрания сочинений он издал, знаете, какие совершенно прекрасные. Это и Стивенсон, и Майн Рид, и там Жюль Герна, Канан Дойль, Марк Твен. Очень много было у него всяких вот этих изданий. И после революции он революцию принял. Но у него, правда, все это национализировали. Но продолжал работать. Он в бюро печати работал, в госиздатии сотрудничал с большевиками. Потом в 1922 году, когда начался НЭМП, ему вернули. Он начал свой бизнес, продолжил. В 1937 году его арестовали. Ну, о нем ходатайствовали там академики, его друзья. И его выпустили. Но он тут же умер. В январе 1938 года его уже не стало. И вот в начале 90-х, как из черта, из табакерки, выскакивает издательство «Логос». О нем знать никто ничего не знал. И при содействии АО «Витабанк» они объявляют, что они будут полностью издавать вот эту библиотеку Сойкина. И начали печатать книги. Большими тиражами там. Вот это книги там 190-200 тысяч экземпляров. Люди, вот такие сразу же постсоветские 90-го годов, они были доверчивые. Стали покупать эти книги. Ну, раз написано, значит, наверняка правда. Они же привыкли люди. Мы привыкли к тому, что вот есть какие-то официальные первоисточники. Никто ни о чем не задумывался. А тут такая библиотека детям в подарок и так далее. И вот этот наш ученый, он тоже стал покупать эти книги. Тогда или после он очень много книг накупил, вот эти прям собрания сочинений. Но не интересует, что же там написано внутри. И вдруг его каким-то образом угоразило. Он решил заглянуть в книгу Роберта Стивенсова «Остров сокровищ». Вот в эту книгу. У меня в библиотеке этой нет. Я эту книгу пила специально, буквально вот на днях, для того, чтобы вам ее продемонстрировать. И посмотрите, что он здесь обнаружил. Он здесь обнаружил следующее. По просьбе Сквара Трелонея, доктора Лайвисея и других джентльменов, вы представляете, он просто выпал в осадок. Какой Трелонея? Какой Лайвисей? Ведь мы же знаем, вот книга, пожалуйста, Стивенсона, «Рамочка», «Дед Лид». Здесь написано «Сквар Трелонея, доктора Ливси» и другие джентльмены. Есть же транскрипции английские, которые раскрывают вот эти фамилии английские. Как так можно было? Ну, он решил, что это был такой вот Сойкин, который издавал такую ерунду. И он, знаете, что пишет? Не пишет, говорит дословно прямо его слова. «Я понял, что советский перевод гениальный на фоне тех переводов 19 века». Представляете, то есть он фактически вот со счетов списал и Бекетовых сестер, и королеву перевода Журавскую, всех их, всех, все, списал. И я этим не удовлетворилась. Я решила посмотреть, что же это за перевод такой был. Да, на самом деле там пишется, что «О Григорьева». Вот если мы здесь посмотрим, вот такими «О Григорьевы». Кто такая «О Григорьева»? Она переводила Стивенсона, «Остров сокровищ», вот здесь «О Григорьева». В 2013 году сотрудничала по всей видимости с Сойкиным издательством. Но я думаю, неужели в 2013 году она могла перевести вот «Трелонейлы», «Висей» вот в таком виде. Ведь люди же знали английский язык. Сойкина на смех бы подняли, я так думаю. Дальше стала интересоваться. И оказалось, что она брела в интернете такую статью. Это пишет человек, который тоже купил, поддался вот этому агитации, купил Жюль Верна в библиотеке вот этой а-ля Сойкина в 90-х годах. И он их прочитал, эти книги, и он был тоже в ужасе. Написал статью, приложил туда фотографии со всякими этими ляпами. И он просто вот заявил о том, что здесь нет абсолютно никаких плюсов. И даже, знаете, какие у него слова такие гневные прозвучали, что поднимают руку на классиков мировой литературы и гадят. Прямо вот так вот написал. Ну, правильно написал. А в дальнейшем мне заинтересовало, как обстояло дело у СЗКО. И я не собиралась покупать эту книгу, но когда вот все это меня закрутило, то я все-таки приобрела. И посмотрите, «Остров сокровищ» вот здесь вот. И перевод Григорьевы. Видите, Григорьевы. Но что здесь? Здесь по просьбе Сквайра Трилони, Доктора Ливси и всех остальных жителей. То есть никаких Трилонеев и Висеев здесь никаких нет. Вот. То есть получается, что вот это Логос – это просто обыкновенные обманщики, аферисты были, понимаете? И не более того. Других слов у меня нет. Теперь, ну, кстати говоря, вот к этой библиотеке Сойкиной обращались и СЗКО. Вот это «Северо-западный издатель». Вот, например, книга «Канадуль. Изгнанники». Смотрите, что здесь написано насчет перевода. Перевод неизвестен, но перевод по изданию Петра Петровича Сойкина, «Элла Ленинград», «Красная газета», 1928 год. То есть вот этот перевод был в 1928 году, вернее, издание «Красная газета», Сойкин уже в Советском Союзе, он издавал вот эту книгу. И ее взяли как за первоисточник, и вот СЗКО на нее ссылается, они издали такую книгу. То есть никакой тайны нет, никакой анонимности нет, все понятно откуда. Если даже нам что-то не понравится, это виновата, скорее всего, вот «Красная газета». 1028 года. Ну, вот такие истории я вам рассказала, но мы, думаю, дальше продолжим разговор о книгах. Это уже будет завтра. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.